Юбка, восторг и любовь. Потрясающий цвет, красиво струится. С карманом, который зашили, мне так учится у него засунуть руку. Платье-плащ-палатка. Оказалось, по-настоящему плащ-палатка. Платье-мешок. Платье на двоих. Платье для меня и мужа. Сегодня идем во всеми любимый Uniqlo. Я надеюсь, что летняя коллекция уже привезли, потому что на самом деле во многих магазинах у нас продаются еще довольно теплые вещи. Но, тем не менее, пойдемте посмотрим, что есть нового, померяем, приценимся. Я надеюсь, что вам понравится и будет интересно. И да, видео было снято в тот период времени, когда жизнь еще была нормальная. Я надеюсь, что он скоро-скоро очень вернется. Мы вернемся к своей нормальной жизни. Ну все, давайте смотреть. Вот эти знаменитые их пуховики Uniqlo, тоненькие, очень удобные. Они, кстати, сейчас на сейле за 50 долларов. Вообще, сейл еще в силе на самом деле, как ни странно. Видите, вот платье за 30 долларов тоже на сейле. Кстати, очень прикольные платья такие. Вот это розовое, такое, знаете, оно как толстовка с капюшоном. И такие же черные, с такой смешной-смешной вышивкой. И, кстати, на капюшоне вот здесь вот что-то написано, какие-то надписи. Ну, в общем, прикольные платья. Мне понравились они. Вот это вот тоже еще сейл у них, видите, висит. Вот. Потом есть какие-то тоже платья на сейле за 30 долларов. Ну, какие-то такие страшные. Они мне не понравились. Какой-то цвет такой. И такие же красные платья есть. И вот это красное платье я решила взять в примерочную померить. Вы знаете, я люблю красный цвет. И вообще, я люблю все яркие цвета. Поэтому, конечно, я его не пропустила мимо. Вот эти вот футболки с таким встроенным бюстгальтером, мне они очень нравятся. Мне кажется, это очень удобная вещь. К тому же, они из всех цветов, многих цветов. Потом вот эти вот плащи. Няные. Из такой плащевки сделаны. Такого защитного цвета. Тот был бежевый. А еще такой цвет синий-серый. Тоже очень приятный. И такой как будто джинсовый в полоску цвет. Такого плаща летнего. Очень приятные плащи. Кардиганы длинные. Очень красивые юбки летние. Вот этот синий кардиган, мне тоже понравился его цвет. Есть такой же желтый, но желтый, по-моему, покороче немножечко. Здесь, по-моему, юбки-брюки. Да, юбки-брюки, причем тоже разных цветов. Видите, есть синие, есть такие зеленые. Широкие, такие расклешенные книзу. И сверху висит такого же плана, такой же ткани, такие рубахи. Но мне не нравится, честно говоря, вот этот воротник. Если честно, мне не очень он идет, и я его не очень люблю. Есть брюки льняные тоже разных цветов. Видите, бежевые, такие зеленые, защитные, синие, с поясом. Симпатичные довольно брюки. Платья такие в цветочек, такие типа шелково-шифоновые. Но, вы знаете, мне как-то кажется, это не совсем тема Юниклова, такие платья. Они больше такие H&M Zara, как будто такой стиль. Не знаю, мне кажется, что это не совсем Юникловская тема. Но, тем не менее, они у них продаются. Очень симпатичные джемпера, тоже очень таких пастельных тонов. Есть такой ментоловый, серый, и бежевый, белый. 30 долларов они стоят. Ажурные такой вязочки. Красивая юбка. Белая такая, молочного цвета, вернее, плессированная в черную точечку, в черный горошек. И вот эта обалденно красивая, я взяла ее мерить. Есть такая синяя, есть такая лиловая. Видите, есть к ней еще свитер лиловый. В общем, я долго снимала, снимала в магазине. А потом решила уже, очень тяжело снимать и выбирать вещи, рассматривать. И я решила, что я уже в примерочной все покажу, что я взяла, что я принесла. Я взяла 6 вещей. А остальные, я взяла больше, на самом деле. Но здесь не дают больше брать. Поэтому, ой, какой сын. Давайте я попробую себе. Здесь можно 3 шиба. Так лучше. Они не дают больше брать, чем 6 вещей. Поэтому я какую-то часть принесла, какую-то часть оставила. Я потом поменяю, померю, отнесу. И, в общем, покажу вам остальное. И сегодня я вся в такой, знаете, клетчатый. Помните, был такой фильм? Назывался «Принц Фалл Резель». Девочки моего возраста, помню. Там играл Джей Фалл Резель, был этого артиста. Не помню, не забыла я. Ну, в общем, там, короче, это был такой фильм. И там у одного бандита звали. Он уходил в клетчатый пиджак. Как его звали клетчатый? Отвлеклась от темы. Вот я сегодня клетчатый. Посмотрите, у меня клетчатый пальто. У меня клетчатый пиджак. У меня под ним клетчатые платья. Единственное, что у меня плоток, цветочек. Все такое в черно-белых тонах. Систем разденусь, покажу. Да, я пробила сегодня на черно-белую клетку. Так пробила, знаете, так капитально, я бы сказала. Фальто сняла, хотела вам показать. Вот у меня платье такое сзади, длиннее, спереди, короче. На пуговицах. И надела сверху такой пиджак, тоже черный. То есть, ну, серый, в общем-то, ну, так вот, черно-белую клетку, может так сказать. Пояс, латиночки. Все, вот так у меня сегодня был лук, лучок на работе. Не дадим ли это слово лук, потому что, на самом деле, английское слово. Я называю это образ, но иногда лук. Хорошо. Давайте будем мерить. Я, может быть, вам сейчас покажу, что у меня есть. Так, что у меня есть. А, кстати, я, знаете, что я вам хотела показать? Наверное, у вас тоже это есть уникло. Видите, здесь висит такой мешочек. Вот этот вот. И тут инструкция, что если вы примеряете что-то, то вы должны его надеть на себя, чтобы не припачкать вещи своим мейкапом. Вот он здесь висит. Я бы, ну, не знаю, я надеюсь, он новый, но я бы не рискнула. Мало ли, кто-то его уже надевал, может быть, дышал, не подчихал, кашлял. Так, хорошо. Значит, это такой кардиган серого цвета. На пуговицах, ну, в общем, трудно увидеть, но я буду мерить, я вам покажу. Брюки на сей раз я взяла. Ляные такие брюки, зеленые. Взяла такую вот маечку с лихом. Мне очень нравится вообще эта идея. Я думаю, что даже я ее уже куплю. Плащ льной. Потрясающе, мне кажется, он очень классный. Взяла еще такой серый длинный кардиган. И взяла такой вот юбка, фиксированную в маленький горошек. И у меня еще там есть вещи снаружи ждут меня. Я вам потомку покажу. А сейчас мы будем мерить, примерять, все рассматривать. В общем, увидимся в следующем кадре. Ну так, я начала примерять по мере раздетости, скажем так. Сначала маечку, а потом я буду надевать сверху кофты, джемперы, плащи и так далее. Значит, ее комплисированная. Очень мне нравится она. Такая нежная-нежная, очень приятная. Я надела вот этот топик, знаете, с лифом встроенным. Он, кстати, очень классный, очень удобный. Кстати, он не просто, он достаточно красивый, я вам хочу сказать. Потому что, видите, у него такой вырез. Он очень простой, просто трикотажный хоблачный топ. Но у него такой красивый вот этот вот декольте здесь, что, в принципе, его можно носить просто как топик. Как топ вниз под что-то и даже как самостоятельный, в принципе, самостоятельный топ. Ну, я надела свой пояс, конечно, как всегда сверху. Мой такой брутальный вестерн-стайл пояс с двумя пряжками. Ставил, конечно, мои ботинки, потому что ничего у меня нет. Очень красивая юбка, мне она очень нравится. Я люблю такие вещи. Так, другой вариант. Это я сверху надела такой, знаете, кардиган с шелковистым. Он очень приятный. Я лоханулась с размером. Зачем-то я взяла смола, он у меня маленький. Мне, конечно, надо было мидиум, а то и лад. Он такой приятный, знаете, он немножко такой, как шелковистый, прозрачный. Но я посмотрела, шелков в нем нету. Там цитаты, еще что-то такое. Не обращайте внимания на это вот. Это не должно быть так. Это должно быть нормально. Ну, просто надо было взять размер мидиума. А я взяла смола. Что-то я не знаю. У них платья смола очень большие, поэтому я... А вот трикотажные вещи, они как-то маловаты. Ну, это некрасиво, конечно, так выглядит. Но вы понимаете идею, да? Мне кажется, это очень nice. Очень приятно выглядит. Нет, вот это все неприятно выглядит. Но если вы представите, что это у них все будет по размеру, то это будет очень приятно выглядеть. Ну, вот этот вариант мне нравится больше. Просто лишь потому, что он мне по размеру. Он такой длинный, знаете, прикрывает юбку, прикрывает этот топ. А, у меня испугается здесь? Да? Ага, у меня испугается. Я знаю, что он такой идет на распашку. И испугается. Приятный, правда же? Китай с рукой в карман, он зашит. В магазине пусто, никого нет, и все испуганы. А нам что? Нам хорошо. Нам меньше людей, нам лучше. С поясом лучше, конечно. Пояс, правда, немножко не подходит грубоват для этого наряда. Ну, приятный, очень приятный кардиган. Здесь у него разрезы, бумажки. Знаете, показать я померила его с моим свит... С моим... О, свитом. С моим пиджаком. Вот этот комплект, эту юбку с этим топом. Тоже неплохо, очень неплохо. Вот с таким пиджаком вполне можно надеть. Так, брючки. Неплохие брюки, немножко небольшие. Это размер медиум. Как ни странно, они повелики. Вот, кардиган смол у меня был маленький, а брюки у меня небольшие. Я думала, что обычно у меня наоборот. Обычно у меня брюки у меня всегда малые. Они такие хлопковые, нянные, на высокой посадке. На резинке, в принципе, здесь вот это все очень удобные. Пояс. Да, приятные. Они из всех цветов. Как я взяла, темно-зеленый. Они из бежевого, черного и синия, по-моему. С этим кардиганом получается такой расслабленный весенний-летний лук. Пинчок. Единственное, что, мне кажется, с ботинками, с этим это плохо выглядит. Что-то нужны какие-то лосоножки или что-то такое. Ну, в общем, черные лаковые ботинки здесь никак. Вообще, как-то они какие-то крестковатые немножко. Мне кажется, что они должны были быть линейные эти брюки. Такого плана брюки должны были быть как-то так в поле. Они как-то... Хотя и невысокая, но тем не менее, они даже... Может, они должны 7-8 лет? Нет, не надо. Такие клешные брюки должны быть длинные, но они эти не очень. А так все хорошо. Все прекрасно. Они удобные такие. Я еще взяла с собой такой, знаете, у меня ной плащ. Как-то... Он совершенно без подкладки. Он вот такой вот тонкий. Видите, без ничего. По-моему, это назывался пыльник. В моей молодости глубокой. Он очень классный. Мне он очень нравится. Он потрясающий, если честно. Я просто очень бы его хотела купить, но мне не нужно. У меня действительно есть много видных пальто всяких. Из Мастера Дути у меня есть. В общем, вы видите, мои предыдущие, когда я брюки белые мерила, я там показывала, у меня есть 2 таких тонких, темно-серые молочного цвета пальто, которые, в принципе, совершенно не заменяют этот плащ. То есть, он, в принципе, такой же примерно по сезону. Ну, совсем тоненький. Видите, он взял. Сейчас я так сделаю пол. Да, в общем, его можно вот так вот носить расстегнутым. Так, пробежимся по ценам. Значит, этот медиум 20, медиум топик 29,90. Он мне был очень как раз. И на кардиган серый был размер смел 39,90. Брюки были размером медиум 39,90. Вот этот плащ стоит 59,90 размером медиум. И юбочка. Юбчонка. Так, 39,90, медиум. И побежала я за другой порцией. Следующая порция. Тут меня пробило на лавандовую тему, потому что цвет действительно потрясающий. Я взяла вот эту брейсерованную юбку лавандовую. Вот, с этим так же мят. Взяла вот такой свитер и взяла толстовку такой лавандовую померить с этой юбкой. Я не сомневаюсь насчет толстовки этой юбки. Вот свитер, мне кажется, будет лучше, но на всякий случай. Серый, кстати, кофту я попросила встать, потому что я могу не буду мерить ее с платьем. Вот с этим вот. Очень приятное коричневое платье. Такое длинное, с воланом внизу. Маленький такой горошек. Оно такое сжатое, брейсерованное. Вот это красное платье с запахом, она была в сервере. И вот это платье, которое больше похоже на плащ-палатку. То есть оно такое интересное. Я решила, что мне будет интересно его померить. Кстати, размер смол. Кстати, стоит 70 долларов. Что-то какая-то коллаборация или что, я даже не знаю. Не знаю. Ну, в общем, оно такое, блин, видите, такое лежит, как прямо плащ-палатка самостоящая. Окей, давайте будем мерить. Ах и ох. Юбка, восторг и любовь. Потрясающий цвет, красиво струится. Плессированные. Вы слышите, как там шумят опять у меня за дверями? Я не знаю, что происходит. Это какая-то моя карма. Я когда начинаю, я прикажу куда-то что-то примерять, то продавцы, ну просто... Мальчишки-то молодые студенты, такие приятные ребята, но такие шумные. Ну, я тоже тут шумна. Короче, юбка прелестная, прелестная юбка. Очень милые цвета рук. В цвет такой, знаете, однотонный, лавандовый. Вот она приятно колышется, видите? Она такая струящаяся. Ну, это мое-мое. Я так страстно люблю и обожаю такие вещи. Цвет не передает. Цвет потрясающий просто. Так, ну это в принципе другой немножко, но это то же самое. Очень похоже, только там был свитер, а здесь, видите, такая толстовка. Тоже одного, того же самого цвета. Вот, если к этому одеть кроссовки, то будет великолепно. Конечно, они мои сапоги. Потому что это как бы спортивный топ, спортивный верх. Вот такая вот струящаяся шелковая юбка. И кроссовки было бы очень, очень неплохо. Видите, мне дали корзиночку. Все мои вещи, потому что я их волокла прям такой кучей. Мальчики меня пожалели, дали мне корзинку. Вот она вот стоит. Очень-очень приятное платье. Тончайшее, легчайшее. Летнее с такой оборкой. Знаете, оно коричневое с... Коричневое. Мне миленький такой точечку. Очень симпатично. Очень мне нравится. Немножко длинное, но в принципе нормально. На лето она такая легкая-легкая. Такой совсем свободный. Супер, супер, супер. Ну, видите, оно прямое, бесформенное. Но за счет того, что оно имеет вот эту вот... Как бы... Как это называется? Брассировку? Нет. Не знаю. Подскажите мне, как это называется. Оно не такой мешком, а оно в принципе довольно красиво лежит на фигуре. Офига. Ну и прохладным летним вечером. Можно надеть сверху кофту, блин, да. С карманом, который зашит. Мне так хочется в него засунуть в руку. Ну, в общем, вот так. Да, ну в общем, неплохо. Знаете, оно такое одного стиля. Такое бухо-платье, бухо-кофта. Приятный. Приятный комплект. Платье-пожарная машинка. Красивый цвет. Потрясающе. Но он велико. Хорошая идея. Платье-позапак. Я люблю платье-позапак. Как смотри, что это размер. Но оно просто огромное совершенно. Огромнейшее. Не надо его... Чтобы оно у меня было... Вот так. Я даже не знаю, кто это вот. Может, я как-то неправильно его надела. Нет, вроде бы завязала здесь. Завязала. Ну, что это такое вот это? За объемы. Однако же. Ну, имеет место быть. Но, конечно, нужен другой размер. Или просто там вот так скроено, что оно здесь вот таким мешочком. Слесант. Может, дальше шкупе. Сейчас померю с поясом, на всякий случай так. Ну, в общем, платье потенциально мне понравилось. Но оно большое вроде. Пояс немножко спас положение, но не сильно. Ну, то есть, просто я вот это все в пояс воткнула, чтобы оно не торчало вот таким вот. Если, может, пошире пояс, то оно как бы заберет это все безобразие здесь. Ну, да, было бы красиво, но размерчик не мой. Так. Платье плащ-палатка. Оказалось, по-настоящему плащ-палатка. Я чуть не поняла эту идею, если честно. Это размер смол, чтобы не понимали. Это не ларч, не экстраларч, а смол. Ну, такое. Ну, это какой-то такой закос под что-то очень карманный зато. Я не очень поняла. Зачем я не сделала его таким большим? Что это подразумевает за... Причем идея, так сказать. Платье-мешок. Платье... Платье на двоих. Платье для меня и мужа. Что это было? Ужас. Почему так сильно щуплено вокруг моей приверочной? Так меня испугали, а не знаю, грубо говоря. Ну, вот. Так, вот такой. Я, конечно, это померю сейчас с поясом. Но я не думаю, что пояс спасет ситуацию. Что вы скажете? Пояс спас ситуацию? Ну, да, немножечко спас. Ну, конечно, не... Ну, да. Я бы даже сказала, что возможно. Ну, да. Может быть, с поясом это ничего не выглядит лучше. Ну, они же не имеют в виду его носить с поясом, потому что они тогда его продавали с поясом. У нас такой, знаете, плащевки. Кстати, ткань приятная. На уши очень-очень приятная. Окей. Ну, вот. Все. Сниму сейчас его. В общем, не поняла я это платье. Не поняла я его идей. Но, наверное, мне это дано. Да. Размер размеров. Значит, лавандовая толстовка стоит... Размер смол стоит 50. Свитер стоит 30 долларов. Размер смол. Юбка. 40. Размер миги. Платье. Платье горошек. Прелестное. Размер экстрасмол, чтобы вы понимали. Поэтому оно на мне не мешком висит. Стоит 59,90. Красное стоит 50. Ну, по-моему, оно было на селе за 29. Это размер мигиен, поэтому он не такой большой. Это, значит, плащ-палаточка. Она размер смол. И стоит она 70 долларов, чтобы вы понимали. Она не дешевая. Что такое с этим плащем? Я сейчас посмотрю и разберусь. Что-то с ним. Я сейчас почитаю, почему он такой дорогой. Ну, оно 100% готов. Может быть, поэтому. Но что-то все равно как-то. Дороговато. И бестолковато. Там кто-то чихает. Соседний пример. Народа, на самом деле, очень мало. Ну, ладно. Не будем об этом. Все. Вот такая у нас получилась примерка. Ну, я знаю, что вы любите Аникло. Все любят Аникло. Я сама люблю Аникло. И сейчас новый сезон. Весенний вид, я надеюсь, что пришла. И, в общем, мне очень понравилось. Очень все неплохо выглядит. Это красивые вещи. И я надеюсь, что мы еще вернемся сюда. Я думаю, что что-нибудь еще подвезут. Вот. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки. Я вас очень люблю и целую. Всего доброго. Пока-пока. Весенний вид. Попробуй. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok